Не получится так, что восемь учреждений дали, что все будет хорошо с водой, с лесом и прочее, да? А вот рыба, говорят, погибнет. И значит нельзя. Значит нельзя строить. То есть все должны сказать... Селедка донская погибнет. Совершенно правильно. Если есть опасность того, что хоть одно направление экологическое... Мы сейчас уже живем в такое время, что мы должны смотреть... Еще, может быть, 30 лет назад мы не оглядывались на это, да? У нас рыбы было, вот правильно, там, напишите в своем материале, там, 300 тысяч тонн, да, мы добывали в Азовском море, а сейчас в три раза все упало и падает, и падает. И оно же не просто взялось из-за того, что там ветер дует, и Азовское море мелеет, и там воды становится меньше, и рыбы становятся меньше. Ну, потому что мы здесь вот это вот творим. То Цемлянское водохранилище, то еще очень... Оно же засаливается, оно же не получает объем воды. Да, может быть, оно еще, если бы за этим делом кто-то следил, вернее, так, как положено следил, кто-то следит, да, ну, так, как положено, и под все это дело выделялись конкретные финансовые средства, то есть начинается какое-то движение в Цемлянском водохранилище по тем же вот этим иловым всем делам, да, водорослям этим, которые там, ну, ведь его надо вовремя чистить. Если, значит, начинаются там притоки в дом, то их надо вовремя чистить. Вот, на наш взгляд, мы считаем, что нужно собраться всем вместе, всем, кто эксплуатирует Цемлянское водохранилище. Да, мы понимаем сегодня и судоходство, так сказать, вот, имеет важное значение. Мы знаем, что сегодня и мелиорация имеет, так сказать, вот, значение большое. Нужна вода и для гидроэнергетиков, вода нужна, так сказать, вот, и для пищевого, так сказать, питьевого водопользования, так сказать, вот. Поэтому и, прежде всего, так сказать, вода нужна для рыбного хозяйства, вода нужна как источник рекреационного, как источник промыслового, так сказать, вот, использования Цемлянского водохранилища. Со своей стороны мы внесли несколько предложений. Основное предложение, взгляд, является то, что нужно сократить объем судоходства. Вот, как бы, все хорошо, это пароходство, судоходство, там, много проблем, рис, там, чайки, все это хорошо. Меня интересует другое. Мы живем напротив замечательных двух островов. Напротив устья Маныча, дом, где впадает, да, в Ман, то есть Маныча-Кулаш. То есть уникальные места, вообще тут проходит, по правому берегу проходит, значит, у нас Европа, по левому уже Азия. Это есть в исторических всяких документах, да, это все непросто. От этого устья начинается низовье дона. Это тоже в документах везде есть. Почему мы, вот если будет построена эта плотина, островов у нас не будет, природы этой не будет. Нет, это природа наша, наших местных жителей, дачники, там, рис, все это понятно. Нам вообще не будет никакого подхода к дону, нам не будет, у нас насосная, питьевая вода, насосная станция не та, которая, значит, рис орошает, а есть еще для питьевой воды. Она находится тоже чуть-чуть, ну как, в сторону, ну вы, наверное, проезжали по, да, она получается чуть-чуть выше этого устья. А честных нет много лет. Мы пьем там эту воду, кипятим, отставим, фильтры у кого побогаче. Сейчас, получается, мы что, даже стирать, получается, не можем и поливать огороды с этой воды, потому что там тоже полностью надо будет реконструкцию, там не рассчитано это сооружение на поднятие воды 3 метра. Вы же понимаете, то есть, вот мы взяли с острова, вот мы вокруг них все обсмотрели, кого выселим, расселим, кого куда, закопаем, какой остров бетон. А дальше, а дальше этот же кусок берега весь до устья, он же будет что? Он еще попадет, во-первых, под зону охраняемую, потому что это гидросооружение будет, стратегический объект. Сейчас тот, который маленький у нас, в советское время, ну, гидроузел, который стоит на Малоческой, он в советское время не был, ну как, его охранял охранник, ходил, там смены меняли, но он не был обнесен колючей проволокой по наружной стороне валу, не был, значит, 500 метров загорожен дальше острова. Мы все купались с этой эстакадой, мы ловили под ней рыбу, там был пляж вообще-то Малоческий много лет, там была насыпана песка. То есть все люди пользовались те, которые жители, детвора, бабушки, просто наше население. А сейчас, значит, там все закрыли, закупорили, собаками охранят, ну, образно, может, без собак. Теперь, значит, этот кусок последний дона, который от устья, ведь берег от устья до шлюзов, он не приводен ни для купания, ни для какого-то отдыха, там просто обрывистый грязный берег и листый. Сейчас, значит, давайте затронем этот последний кусочек, последний, который мимо, находим, мы, получается, наша станица Малоческая, находится, выходит полностью на этот берег. Дальше идет кутар-атпачин, который тоже выходит на берег, который будет огорожен. Я понимаю, людям неприятно, что у них там перед домом будет двух- или четырехметровый какой-то там забор бетонный, колючей проволокой, грохот этих цепей, там еще что-то, потому что ядро сооружения будет работать. Но мы, местные жители, тоже не сможем подойти к этой реке, к воде, к этому дону. И мы не просто покрасоваться это все вам говорим, а потому что мы тут живем. Это единственное богатство, которое у нас в руках есть, у нас, у наших детей, у наших стариков и вообще у всех. Понимаете, это, там, во-первых, кусок пастбища, последний, который остался на этом берегу. Вот это кто-нибудь продумал? Или что, давайте вообще там обнесем забором кусок и напишем, вот это вот манычане и арпачинцы, отдыхайте. А дальше у нас ядро сооружения, колючей проволокой. Ну что это такое? Ну вообще, это разве задумано, что-то задумано о людях? Люди от берега, видите, ничего. Ну, мастушки сделали, так а что, что вред какой от этих мастушек? Наоборот, он детвора сидит в беседках, причем не их детвора, а чужая. Никто не гоняет, все спокойно и красиво, как в парке. Наоборот, люди приехали культурные, начали культуру вокруг себя создавать. Поэтому, ну, конечно, среди них тоже разные есть, но видно же, что... Да, здесь вообще хороший берег. Гляньте, даже внизу, он и смородину насадили, и то и насадили. И берег не тронули, видите, как он есть, не выгреблено, ничего. Вон пеньки только старые деревья повырубили, ну, то, что сорное было. А раз они торчат, значит, даже землю не тронули, вы же понимаете, что не нарушили ничего. Это мариксы, вон они сияют, капельное расширение, да. Все аккуратно, все сэкономите. А туда дальше мы пройдем? Там вообще, вот он, берег и домалы. Самый настоящий бетон вот тут будет лежать. Как они говорят, вас не тронут, вы не будете. Ну что ж, мы вообще не понимаем, что ли. Не можем понять, что зона отчуждения будет, что будет защита. Вон, где протока видна. Да, да, вижу, вижу, вижу. Камыши, вон, прогалины между деревьями. Камыши и другую сторону. Видал, Юг? Так тут один остров, вот это один остров. Потом вот там второй остров, а туда еще остров. Тут из трех островов. Так от этих островов что останется? Ничего не останется здесь. Ничего здесь не будет по плану, по старому, да, как они показали. Тут будет посередке идти канал, и там будет бетон. Вот это у нас вообще... В бетоне все это дело. Вот это нас вообще умрет, вода, которая течет. Они предлагают закрыть стену, иногда пропускать. Как нам на круглом столе объясняли, рассказывали. Ну, чтобы не стоячая... Да, чтобы иногда тут болото будет. Но все равно сделать укрепление, чтобы от подтопления, от затопления... Ладно, от затопления дамба, поможет, или там бетонные стены. Да. А как они от подтопления собрались, вот это мне удивительно. От грунтовых вод, например. Да, а там же подтопление, это грунтовые воды есть. А там же написали, что вот подтопление, мы так смеялись с Ритой. Они обещают людям отдать по кадастровой, до пары ночной. Да никогда они... Вот этот воздух, вот эта природа, никогда она не окупится. Сколько она, денег по кадастровой стоит, этот воздух? Природа, люди, жизни все эти, сколько стоит? Какая кадастровая стоимость может оценить? Вы гляньте отсюда, какой вид, вы слышите, уникальный. Да, очень красиво. Вот сюда пройти и снять. Он, посмотрите, гляньте, какая красота. Снять, красота какая. Там на краешек можно обойти. Да можно пойти на саму мостушку, никто вам не запрещает. Это всегда можно зайти. Основной-то вопрос, который у меня возник изначально, для чего это все? Ах, судьба моя, судьба, ах, судьба моя, скажи, почему? Ах, судьба моя, разлука, судьба, я ответ найти никак не могу. Продолжение следует...